Какие новые подходы необходимо внедрить в систему высшего образования страны для того, чтобы получить хороший результат? Это был один из основных вопросов встречи. Джилдис Бакашева отметила важность проведения реформы. По ее словам, к сожалению, в настоящее время увеличивается число людей с дипломом, но без знаний. Вузы являются значимым фактором формирования человеческого капитала нашей страны. Сегодняшняя действительность требует от руководителей учебных заведений больших конструктивных преобразований, трансформаций миссии и содержания высшего образования. И только ректор-реформатор может спроектировать инновационные содержания, повести за собой коллектив, партнеров, студентов и их родителей, чтобы вуз эффективно воздействовал на социально-экономическое развитие страны. Своим видением преобразованной системы поделились ректоры. Как считает глава Бишкекского государственного университета Абделдам Мусаев, качественное образование должно начинаться со школьной скамьи. Ведь впоследствии это влияет на уровень обучения в университете. Отдельно ректор остановился на системе общереспубликанского тестирования. После девятого класса многие школьники перестают уделять внимание большинству наук и начинают учить предметы, по которым будут создавать ОРТ. У детей пропадает мотивация учиться, поэтому я хочу предложить, чтобы не только ОРТ, но и аттестат имел значение при поступлении в вуз. Кроме этого был поднят вопрос и отработки дипломов студентами, которые закончили бюджетную форму обучения. В частности, большинство молодых специалистов отказываются работать по своей специальности, особенно если нужно уезжать в районы. Мы должны решить проблему отработки диплома после обучения. Думаю, что нам нужно продолжить обсуждать реформу высшего образования, например, организовать круглый стол. Я согласна с тем, что из ОРТ многие талантливые ребята не поступают в вуз, поскольку не проходят пороговые баллы. Это один из важных вопросов, которые мы должны решить. Также на заседании с презентацией об улучшении качества образования выступил заместитель министра образования и науки Нурлан Омуров. Он озвучил задачи, поставленные перед высшим учебным заведением для того, чтобы подготавливать качественных специалистов. В плане системы обеспечения качества у нас, вы прекрасно знаете, работает институт независимой аккредитации, но по прошествии пяти лет первого цикла есть некоторые моменты, некоторые проблемы, над которыми еще предстоит с вами работа. Напомним, что по указу президента о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности все государственные и негосударственные учебные заведения должны разработать стратегию развития. И самое важное, нужно учитывать, что необходимо готовить не только специалистов, но и добросовестных граждан. Таким образом, Министерство образования и науки поручено пересмотреть перечень направлений и специальностей в вузах с учетом востребованности профессий на рынке труда, а также разработать проект «Национальная вузовская наука».